всем привет итак сегодня мы с вами переходим к изучению самой среди разработки unity из чего нас стоит куда что нужно перетаскивать чтобы создавать уже наши игры и со следующего урока я думаю уже перейдем к практике потому что на практике можно выучить гораздо больше чем в теории поэтому начнем уже создавать простенькую игру чтобы вы уже на реальном примере видели как вообще все это делается но чтобы перейти к практике нужно хотя бы немного понимать где что находится что это за панельки что с ними нужно делать и так далее поэтому этот урок у нас будет краски об этом и так игры в unity стоят из сцен то есть у нас есть сцена и там мы создаем какой-то игровой процесс то есть притаскиваем из создаем я не знаю комнату остров или еще что-то это есть наша сцена для того чтобы разгрузить чтобы у нас все в одной сцене не хранилось какой-нибудь сложный огромный мир разные королевства я не знаю еще что-то острова океаны у нас просто телефон не потянет это мы можем разделить это все нас на сцены допустим вы находитесь в одной комнате добавили там некоторые объекты это все хранится в памяти это нужно отрисовать все на экране естественно но следующая комната это уже следующая сцена поэтому пока следующая сцена не загрузится она в памяти не находится в оперативной памяти я имею ввиду и графический процессом не перегружается поэтому он отрисовывает нужную нам сцену там происходит какой-то игровой процесс допустим нашли бы какой-то ключ открыли дверь и все и сразу загружается вторая сцена мы можем переходить с первой сцены на вторую со второй опять в первый то есть это будут наши комнаты например также сценами являются экраны к примеру мы прошли всю игру и все появляется экран где сбросить игру и начать заново либо кое-нибудь поздравление также экран допустим game over а это экран но это является сцены поэтому сцена это не только какой-нибудь уровень игры либо часть игры а также это экраны настроек game over экран после прохождения в общем любой экран который вас там будет это тоже сцена и в коде мы можем между ними переключаться это все вы увидите на практике и тогда вам будет проще понять просто хотел вам немножко это объяснить итак у нас сейчас по умолчанию есть уже сэмпл сцен видите здесь находится на ней камера и вот здесь все что мы добавим это все будет в оперативной памяти поэтому это все будет участвовать в игровом процессе поэтому чем меньше элементов здесь тем проще для смартфона отрисовать это все и хранить это в памяти поэтому я и говорил что лучше разделять это по сценам чем всю игру если у вас огромная игра хранить в одной сцене сама среда разработки unity состоит из четырех основных панелек здесь у нас находится рабочий стол где находится game это когда мы запускаем и проверяем то здесь мы увидим наш игровой процесс для того чтобы тестировать а здесь сцену мы собственно говоря и создаем нашу сцену то есть вот мы создали сэмпл сцен здесь уже было по умолчанию и все у нас появляется камера это то что видит пользователь камеру естественно можно перемещать и вот это все наша сцена здесь мы можем добавлять game объекты там не знаки нибудь айтемы то есть кинуть элементы нашего персонажа домик или в зависимости что вас там за игра и все и возможно это все находится в пределах обзора камеры либо камера может перемещаться и доходить до этих объектов то есть объект может быть и за пределами камеры не обязательно должен быть в пределах видимости камеры камера после к нему может приблизиться но если допустим у вас игра в которой персонаж находится в центре и когда вы его перемещаете он движется вместе с камерой простой пример могу показать вам, если я выберу геймобъект, здесь в Unity, когда мы создаем 2D игры, 2D объекты, это у нас спрайты. То есть наш персонаж, какие-нибудь там айтемы и так далее. Поэтому я могу выбрать, к примеру, Square. Видите, вот оно. Представьте себе, что это айтем какой-нибудь яблоко. Нам его нужно скушать. Поэтому мы выбираем камеру. Я вам просто пример покажу. И представьте себе, что в игре мы движемся. Бум-бум. Здесь у нас показывает, что видит камера. Видите, просто синий фон. Потому что камера ничего не видит. Но как только объект начинает попадать в пределах обзора этой камеры, мы его уже видим. Видите? И вот так создается эффект движения. То есть мы бум, дошли до него и можем его скушать, к примеру. Если бы в центре был наш персонаж, он бы бум, дошел до него и скушал это яблоко, к примеру. Вот таким образом мы создаем сцену. Если мы хотим добавить новую сцену, то мы в папке Asset. Здесь у нас, кстати, следующая панелька находится. Здесь находятся все ресурсы. Картинки, звуки, музыка, я не знаю, видео, если это нужно, скрипты и так далее. Лучше это все хранить по папкам. Я на примере, на прошлом уроке просто добавил сразу напрямую скрипт тест, но лучше создавать отдельную папку. То есть мы заходим в ресурсы. Это у нас папка Asset. Правая кнопка мышки. Выбираем Create. И здесь у нас есть фолдер. Зовем, к примеру, Scripts. Scripts. Для этого и служит вот эта панелька. И перетаскиваем туда наш скрипт. Бум. Все. Теперь он хранится здесь. Далее. На этой же панельке у нас есть Project, где мы видим все ресурсы, которые у нас есть. И отсюда же мы их добавляем. И есть консоль. Здесь показывает ошибки. Когда мы будем создавать нашу первую игру, мы будем писать скрипт. Я специально буду делать какие-нибудь ошибки. И вы увидите, как их здесь можно увидеть и как их можно исправить. То есть вот эта панелька служит для этого. Здесь в этой панельке есть две опции. Console и Project. Так вот, если мы хотим создать сцену, мы заходим в сцену. К примеру. Потому что здесь уже есть эта папка. Не обязательно это здесь создавать. Но лучше создать здесь, потому что эта папка уже была готова для этого. К примеру, это у нас первый уровень. И создам еще сцену, в которой будет второй уровень. Правый кнопка мышки. Create. И здесь у нас есть сцена. Бум. Все. Я создал ее. Даем название. Это будет Level 2, к примеру. Level 2. Когда мы пройдем первый уровень, будет уровень 2. Все. Открываю эту сцену. Смотрите внимательно. Видите, здесь показывает звездочку на sample сцен. Это значит, когда я добавляю сюда элементы, они еще не сохранены. Если я перезагружу, перезапущу, то все это потеряется. То, что я создал. Поэтому лучше сохранять сразу. Ctrl S. Либо, если вы выходите с этой сцены, вам предлагают сразу сохранить. Я сохраняю. Все. Теперь открылась следующая сцена. Видите, здесь все то же самое. Только это все запустится. То есть, этот фрагмент игры, грубо говоря, запустится, когда я запущу сцену номер 2. То есть, это Level 2. Это все мы будем делать из скрипта. Я вам после покажу на практике. Все. Ну и дальше создаем один уровень, второй уровень. Также создаем сцену. Это у нас будет экран с настройками. Создаем сцену. Это у нас будет Game Over экран и так далее. Итак, ну давайте все-таки вернемся к панелькам. Я вам просто хотел немножко объяснить. Итак, самая основная панелька, где мы будем работать, это у нас рабочий стол. Вот этот. Сцен. В Game мы проверяем, а в сцен собственно говоря, мы создаем игру. Перетаскиваем сюда элементы и так далее. Это у нас Level 2. Так, давайте опять откроем Sample Scene. Это у нас как бы первый уровень. Здесь у нас находится уже спрайт, который мы добавили. Вот он он. Итак, когда мы работаем на нашем рабочем столе, мы здесь создаем наш уровень для игры. То есть расставляем предметы там, где нам нужно. Разные айтемы, я не знаю, какие-нибудь там кусты. Если это у нас остров какие-нибудь, я не знаю, там деревья и так далее. В общем, расставляем все это в нашей сцене. И каким образом мы все это делаем? То есть как мы перемещаем, крутим, поворачиваем и так далее. Для этого есть вот эта панелька. Ее можно перетаскивать, если берем вот здесь. У нас есть рука. Рука нам позволяет перемещаться по сцене. Видите, мы ничего не двигаем, то есть объекты остаются на своем месте, но мы можем с одного места прийти на другое. Допустим, если у меня был это остров, какой-нибудь игра. Здесь находится минус-камера. То, что видит сейчас пользователь. К примеру, это наш игрок. И здесь что-нибудь есть. Но здесь есть другие объекты. Враги нашего игрока, какие-нибудь айтемы, деревья, лес или еще что-то. Все это будет здесь находиться. Поэтому, когда мы это создаем, можно вот так вот перемещаться. Колесико мышки мы можем приближать, удалять и так далее. Далее, если я хочу перемещать сами объекты, то мы выбираем вот эти вот стрелки. Если выбираем стрелки и выбираем объект, мы можем объект выбирать отсюда, либо сразу на этой панельке на нашем рабочем столе. Выбрали. И если я выбрал вот эти стрелки для перемещения, то я могу перемещать по оси X и Y. Вот так, видите, объект. То есть указываю, где хочу, чтобы он был расположен. И добавляю новые объекты. GameObject. 2D объект. Допустим, выбираем спрайт, потому что это у нас будет наш GameObject. Circle, к примеру. Это располагаю вот здесь где-нибудь и так далее. То есть мы создаем наш уровень. Это уже зависит от вашего воображения и от того, какую игру вы хотите создать. Все, расположили. Дальше, а что если мне нужно, допустим, покрутить и еще что-то сделать? Для этого у нас есть вот это Rotation. То есть берем вот так и можно крутить его. Объект. Ну, круг крутить нет смысла, потому что не видно, что он крутится. А вот квадрат можно. Видите? Бум. Ладно. Следующий инструмент вот здесь, на этой панельке это Scale. То есть мы можем выбрать объект и мы можем сделать масштабирование. То есть я могу его сделать больше, меньше, по ширине, по высоте. Для этого и служит этот инструмент. Следующий. Он в себя вмещает нескольких инструментов. То есть я могу перетаскивать. Если удерживаю левую кнопку мышки, видите, я могу перетаскивать. Если я беру за угол, могу опять же масштабировать. А если подведу и появляется Rotation. Видите, картинка Rotation появилась. Могу крутить. То есть несколько элементов в одном. И в этом то же самое. Видите, появляется в таком вот виде. Могу делать опять же масштабирование. По CX, Y. Могу крутить. И могу, что еще могу? Крутить таким вот образом тоже. Видите? Как 3D объекты. В общем, для этого служит вот эта панелька. Таким образом мы настраиваем то, что нам нужно. И создаем нашу игру с помощью вот этих вот инструментов. Далее, что еще нужно знать в этой панельке для того, чтобы мы могли уже начать создавать игры. Смотрите внимательно. Здесь у нас есть переключатель 2D, 3D. У нас это не 3D игра, поэтому должен быть включен 2D. Все остальные мы пока что изучать не будем. И еще один важный момент. У нас сейчас вид вот такой горизонтальный. А что если бы я хотел настраивать игру под вертикальный вид? Для этого идем в Game. И здесь вот есть, видите, Full HD выбрано. Здесь выбираем плюсик. И создаем свою собственную настройку. Я хочу, чтобы экран был, который создаю, к примеру, 1900... Нет, пусть будет 1080 по ширине. А по высоте 1920. Это значит, у нас будет вертикальная разметка. 1920. Все, видите? Вот теперь мы создаем игру для такого экрана. То есть по горизонтали. Ну, опять же, можно выбрать вот так. И здесь мы добавляем туда, куда нужно. И здесь создаем уже нашу игру. Надеюсь, это понятно. Ну, в принципе, с этой панелькой разобрались. После вы уже увидите, как с ней работать, когда мы будем на практике все это делать. Просто хотел сейчас, чтобы вы примерно понимали, как все это работает. Далее. Здесь я уже объяснял все, что мы добавляем. Если вы заметили, появляется вот здесь. Это иерархия нашей сцены. То есть здесь это у нас видимая часть сцены. А здесь мы видим это как объекты. И мы их отсюда можем выбирать. Давайте в названии и так далее. То есть здесь мы их перетаскиваем и так далее. А здесь мы их выбираем. Ну, здесь тоже их можно выбирать. Когда я здесь выбираю, они здесь тоже выбираются. Видите? Правая кнопка мышки. И можем дать другое название. Rename. Это будет, к примеру, DDD. Грубо говоря. И по этому названию мы после можем в скрипте найти этот объект. И с ним что-нибудь сделать. Сделать, чтобы он исчез вообще отсюда. Либо повернуть его и так далее. И смотрите. Когда мы выбираем объект, то здесь у нас есть еще третья панелька. Это инспектор. В инспекторе у нас есть компоненты, которые есть у этого объекта. Видите? И у каждого объекта есть свои компоненты. У камеры есть, допустим, камера, трансформ. Но у всех объектов есть трансформ. Трансформ отвечает, как вы уже поняли, наверное, Position, Rotation, Scale. То есть за позицию в игровом мире, за Rotation, то есть за поворот, а также за масштабирование, Scale. Все. Поэтому все, что мы здесь видим в инспекторе, мы можем получить через этот объект доступ к этим компонентам из нашего скрипта. Это значит, что я смогу из скрипта прописать, чтобы у нас объект, к примеру, двигался. То есть вот сюда, бум, видите? Можно сделать, чтобы он крутился. В общем, все, что здесь есть в инспекторе, что мы видим у этого геймообъекта, мы можем менять вообще любое значение из этих. Из скрипта. Когда есть совпадение по какому-нибудь условию. Когда есть столкновение по времени. В общем, в зависимости от того, что нам нужно. Также мы можем здесь вручную настраивать в инспекторе, когда мы настраиваем нашу игру. Отсюда же мы можем добавлять новые компоненты. К примеру, я хочу добавить какой-нибудь коллайдер. Про них мы еще не говорили, но просто, к примеру, это у нас специальный объект, который следит за столкновениями. Что два объекта столкнулись. То есть я могу сделать addComponent. И здесь мы пишем, к примеру, 2DCollider. 2DBoxCollider. Видите? Бум. Все. Я ему добавил. И здесь уже появился новый инструмент для коллайдера. Вот границы коллайдера. Когда другой объект столкнется с ними, то мы узнаем, у нас будет специальный триггер. Он запускается и нас оповещает о том, что произошло столкновение. А мы уже после в коде можем что-нибудь из-за этого сделать. Допустим, сделать, чтобы этот объект исчез, потому что было столкновение. Или еще что-то. То есть отсюда мы добавляем вот эти вот компоненты. И здесь есть разные. Музыка, звуки и так далее. Это третья панелька. Мы много на ней останавливаться не будем, потому что лучше всего вы ее поймете, когда мы уже будем на практике ее применять. А сейчас пока что это просто набор разных настроек, которые ни о чем не говорят, если вы начинающий. Ну и про четвертую панельку я уже рассказал. Это Console & Project. Где мы добавляем ресурсы. Вот давайте просто для примера добавим какую-нибудь картинку, чтобы вы понимали, как все это делается. И картинку, перетащив на экран, мы тоже превратим в спрайт. То есть это будет у нас гейм-объект, с помощью которого мы сможем что-то делать. Давайте, к примеру, вот эти объекты все удалим. Этот, этот. И камеру повернем назад, чтобы у нас было горизонтальное положение экрана. Вот так. Все. Зачем это нужно? Я хочу добавить, допустим, создадим на следующем уроке простенькую игру, самолетик. У нас будет самолетик лететь вверх и вниз, отсюда будут приходить какие-нибудь ракеты или еще что-то. Если они попадут в него, то все, проиграли. Чтобы вы увидели, как создается уже простенькая игра. Итак, для того, чтобы добавить этот самолетик, нам нужно, естественно, его скачать где-нибудь. Найти картинку в интернете. Я уже нашел. В этом ничего сложного нету. Пишем, к примеру, plane. Либо на русском, либо на английском. Я на испанском иногда пишу. Avion. Avion. 2D. Game. PNG. В формате PNG. Так. Готово. Все. И вот здесь есть разные. Выбираем image. Я скачал вот такой, видите. Вы можете скачать любой. Ладно, возвращаемся. Как мы его добавляем? Для этого, естественно, идем в папку assets. Я же сказал, все ресурсы добавляются здесь. Правой кнопкой мышки. Создаем папку, чтобы картинки хранить там. Это будет images. Все готово. Заходим в эту папку и добавляем сюда этот ресурс. Правая кнопка мышки. Выбираем import new asset. То есть добавляем новый asset. Новый ресурс. Выбираем. И ищем, где он у нас сохранен. Я сохранил его в загрузках. Это на испанском discargos. Выбираем. Import. Все. И вот он здесь появился. И теперь просто-напросто перетаскиваем ее сюда. Бум. Ну и дальше то, что я уже показывал. Используя вот эти инструменты, перемещаем его. Уменьшаем, увеличиваем туда, где нужно. Вот и все. Теперь, если мы запустим игру, естественно, он летать не будет, потому что мы ничего не добавили для этого. Но зато мы увидим самолетик. Идея простенькой игры для следующего урока, чтобы вы понимали, как теперь все это оживить. Следующее. Я хочу, чтобы здесь какие-нибудь прилетали ракеты, облака плыли справа налево, чтобы создать эффект движения. А самолетик, чтобы мог двигаться только вверх и вниз, вот так. Чтобы это сделать, мы можем использовать, к примеру, transform y. Видите? И мы можем увидеть, что здесь, смотрите, вверху 0.17, это максимальное значение, больше лучше не поднимать. А внизу, это у нас минус 5.94. Все. Знаете значения, я могу в коде прописать, чтобы за них не переходить. И тогда мы сделаем, чтобы пользователь, допустим, добавить две кнопки. Когда нажимает на одну из кнопок, самолет идет вверх. Когда нажимает на другую кнопку, идет вниз. Если жмет еще, чтобы пойти вниз, у нас будет предел, чтобы ниже определенного значения не опускался. И вот и все. Вот так. А чтобы еще красивее было, можно сделать следующее. Когда мы поднимаем самолет, либо опускаем, можно сделать, когда поднимаем, чтобы он наклонялся немножко, то есть еще изменять rotation. Это у нас rotation по оси Z. То есть, если вверх идем, то немножко наклоняем его. Вот так будет. Вуууу, видите, наклоняется. А если вниз идем, то вот так наклоняется. Но это все будет делаться одновременно и будет красиво. Понимаете? Это будет выглядеть примерно так. Но здесь будут препятствия, либо какие-нибудь ракеты. Если попадают в него, он взрывается. Все это, конечно, мы на следующем уроке не сделаем. Но начнем уже делать такую простенькую игру. Со следующего урока, не знаю сколько, 2-3 урока, я думаю, и мы эту игру закончим. И у вас уже будет понимание, как вообще создаются вот эти вот игры. Ну а на сегодня у меня все. Я думаю, вы уже принцип поняли, как работать с этими панельками, самое основное для того, чтобы создавать простенькие игры. Теперь нужно уже приходить к практике. Если вам понравилось видео, то не забывайте ставить лайки для поддержки канала. Если вы еще не подписались, то подписывайтесь на канал. И если хотите поддержать канал материально, то все возможные способы найдете в описании к этому видео. А также на моей веб-странице есть кнопка для донатов. Ну а на сегодня у меня все. Всем спасибо за внимание и увидимся уже на следующем уроке. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok